Граммой грандос Всем привет! Как вы могли понять по вступлению, мы находимся в столице Мексики, в городе Мехико И сейчас сошли в ресторан, поесть вместе с мужем и его мамой Смотрите, как аппетитно все выглядит, особенно вот такие маленькие запаситос Мы только что пообедали и сейчас погуляем по Каякану Это район, в котором живет хозяин Привет! И в общем, да, в общем, это район очень-очень дружелюбный для туристов Здесь много всяких ресторанчиков, такой богемный район Здесь также находится музей Фриды Кало И также дом Троцкого Так что здесь также можно много всего и посмотреть У меня этот блог будет не очень информативный в плане того, чтобы смотреть Потому что я здесь уже третий раз И мы просто в основном будем встречаться с друзьями Хосе и его родственниками И с нас не будет какого-то такого информативного времяпровождения Единственное, что здесь тяжело дышать То есть Мехико находится на высоте 2 километра 300 метров, кажется ли 2-200 метров над уровнем моря Поэтому дышать здесь тяжело и быстро задыхаешься Я вообще первые два раза очень плохо себя чувствовала У меня кровь из носа стекла Но сейчас все-таки после бутана, в котором мы были три недели назад Здесь не так плохо Но все равно у меня, вы слышите, мое дыхание Если я буду особенно много снимать Кстати, у нас... Кстати, да, и вечером здесь очень-очень холодно Вечером здесь 3 или 4 градуса Так что нужно с собой всегда И летом тоже здесь вечером очень-всегда очень холодно Но не так летом здесь, наверное, градусов 10 ночью Но вот зимой холоднее И здесь у нас, кстати, была свадебная фотосессия Прямо в Кайкане Потому что дом в Хосе находится, ну, просто в 200 метрах От нынешнего места Ну, от того, где мы сейчас находимся А куда мы сейчас идем? Where are we going? We're going to the mercado de Coyacan Мы еще... Да, сейчас идем на рынок Покажу вам все Возможно, вы слышали, ну, несколько... Ну, год назад даже, или полтора года назад В Мексике было ужасное землетрясение Очень сильное И очень большое количество зданий в городе пострадали Вот, в том числе и здание перед нами Которое обвалилось Его сейчас реставрируют Видите, район очень симпатичный И раньше здесь у богатых мексиканцев были дачи Но Мехико-сити разросся Поэтому сейчас здесь живут люди И это, ну, не самый центр города Но один из районов, который находится в городе Он знаменит, славится своими цветными и красивыми домиками Как вот этот вот Здесь очень много мест, где можно поесть Вот, смотрите Цены тут очень низкие Ну, достаточно низкие Вот такой цен, наверное, что 4 фонда Еще по Кайкану ходит вот такой туристический автобус Очень много уличных музыкантов И вообще людей, которые приходят сюда Не знаю, просто отдохнуть В парке так вообще всегда много народу Так мы подходим к рынку Хочу показать вам, что продается на мексиканских рынках Смотрите, кукуруза горячая 我在 заке Будет gdy бы бывают Будет ли вывести на день? Нет, конечно Вот у Али аж С Algunскими странниками Ну, они нас есть крышки 55 그래도 В зависимости от того, она Для наших Ans hedgeorta Я хочу поехать щитам Пох marry Парнем Смотрите, какие фруктики. Здесь что-то произошло, пошло не так. Карамбола. Мамей, если вы хотите, то покупайте. Какие специалисты? Конча. Вот это самая знаменитая выпечка. Хосеград, что это называется? Конча. Вот прекрасное название. И корнита. Мне нравятся вот такие водушки, но они продаются абсолютно везде, в любой стране мира. А вот называется это место La Casa del Campanario. Да, это хороший город. Как вы видите, здесь правда огромное количество. Ой, я тоже хочу снимать фотографии. Вот это площадь с ресторанами? На которой... Она, кстати, называется Hardín Centenario. И вот прямо на этой площади живет. Жил Хосе раньше. Ну и сейчас до сих пор его мама там живет. В общем, его семье там живет. И нам очень быстро сюда дойти. Секунд десять. То есть выходишь из дома и сразу там... А сейчас мы идем покупать какой-то сувенирный пакетик. Для подарка для тети Хосе. А так выглядит типичный мексиканский универмаг. Вот так вот. Смотрите, вот эти бакеты. Оно. Это так большие? Не, я не знаю, здесь вот такие сувенирные. Надо смотреть на площади. Родин Сентенарио славится своей статуей койотов. Это вот кафешка-ресторанчик, где продается только мороженое. Сейчас зима, поэтому все так тепло одеты, поэтому, видимо, никто не ест мороженое. Мороженое в текиле. Кафе Кан, он, в принципе, весь такой цветной. Видите, такие цветные домики. Можно здесь ходить пешком, гулять. Здесь, в принципе, достаточно безопасно. Это дом бывшего президента в Мексике, говорит Хосе. Стоит? Да, да. А он до сих пор там живет. Видишь, где мама Хосе арендует место для того, чтобы поставить машину? Показывала вам во влоге из Швейцарии. Вот такой вот рюкзачок я себе купила. Очень давно хотела такой цвет, но его не было в Лондоне, и он был распродан. Мы едем в очень популярный такой хипстерский район под названием Кандеса. Я за три раза в Мексике никогда там не была, поэтому вот впервые еду туда. Там очень много красивых кафешек, и там мы встречаемся вечером в 7 часов вечера с семьей Хосе. Это отличное мексиканское мероприятие. Ты стоишь пока на светофоре, к тебе подбегают уличные торговцы, они начинают тебе мыть машину, и тебе нужно им заплатить, потому что они тебя не спрашивают. Ну, они тебя не спрашивают, хочешь ли ты помыть машину. Нет, они начинают ее мыть. Это было где моя школа была. Такие мексиканские кафешки. Так, мы в районе наконец-таки Кандеса. Это вот просто такой жилой район, достаточно дорогой, где очень много таких красивых кафешек. И мы идем как раз таки в одну из этих кафешек, и постараемся найти кофе без кофеина. О, у них есть мексиканские кафешки. Я куплю мексиканские кафешки. Кафешка называется Blend Station. Вот мой напиток. Какой-то очень необычный, Honey Rush и так далее. Напиток Хосе. И тут все сидят работают, вообще очень прикольно. Уже в 18 часов, почти что уже достаточно холодно здесь, поэтому я в кожной куртке, и думаю, что ночью я совсем замерзну, потому что ночью будет аж 4 или 5 градусов. Но, к счастью, у нас машина. Да. Сегодня наш второй день в Мехико, и сегодня мы встречаемся с друзьями Хосе. У нас по плану... Мы будем пробовать традиционный суп в месте по названию Берия. Потом мы пойдем в Escape Room, выйти из комнаты квест, и потом мы будем есть такос в одной из местных такирий... О, господи, лохматый опять почему-то. Бескодита. А сейчас я покажу вам буквально реально, что вы видите, когда вы выходите из дома Хосе. Как я уже сказала, он просто правда на главной площади. Ближе быть к статуе койотов и не может просто. Сегодня тепло, как всегда. Днем тепло. Как всегда играет музыка на заднем фоне. В общем, ничего не меняется за дня в день. Что салса? Намас тебе есть... Это пикосуто, это кассино. Кассино. Кассино? Или что-то чили? Или что-то спайсино? Или что-то спайсино. Спайсино. И потом они сверху, кажется, обмазывают ее сыром местным. Таким в Охако. Здесь есть чиз. В Охако и чиз, да? Да, специальный чиз, а не в Охако. Специальный какой-то сыр у них. И сверху можно либо чили попросить очень острый, либо вот такую вот паприку. Вот сюда мы сейчас идем пробовать традиционный мексиканский суп. Судя по описанию Хосе, этот суп, он похож на грузинский харчо. Подписывайтесь на мой канал. Охренеть. Да, воинучая часть... Твои из-за, в России... Судя почитала очень много. Судя поточку... Немножко... Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха. Да, она не очень много! Немножко. Значит, все. Тамары, в Охаке, тамары, в Суэз... Тамары, в Каленте... Суэз. Смотрите какой предвижной бурек, предвижной завтрак. Что случилось? Мы пришли сейчас в торговый театр. Немножко покажу вам, как выглядят торговые центры в Мексике. Так и везде, по всему миру. Посмотрите, какие насекомые в банке. Больше насекомых. Смотрите, червяк. Красота. Ну что, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть на влог из Мехико. И сейчас мы отправляемся уже в San Miguel de Allende и Guanajuato. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok